всем привет ребят привет и добро пожаловать на канал сегодня у нас суббота выходной осень замечательная погода и мы решили сегодня покататься на велосипедах в тремясте очень развита велоинфраструктура здесь катаются на велосипедах начиная от маленьких деток заканчивая людьми уже более пожилыми также для этого есть все удобства тремяста сплетено велодорожками велодорожками да и очень-очень удобно передвигаться на велосипеде и можно спокойно добираться например с годиня можно на работу ездить в Гданск ну правда это за метрички по часу но это теоретично можно и без всяких проблем можно доехать и никого там никто не забьет на машине так как у нас нету пока что своих велосипедов мы ищем прокат и мы находимся в Гданске в таком районе как Пшиможе мы нашли прокат который работает круглогодично скажем так и посмотрим сколько это будет стоить и какие там велосипеды мы сейчас находимся в районе Пшиможе и совершенно в Гданске он совершенно не похож на наш район в Дыне здесь очень много высоток здесь очень много больших домов крена и велик надеюсь не так что подашься буду хорошую жизнь ну давай как там с Богом да ну давай так хотя бы я не каталась вот так чтобы не соврать лет 10 может быть 9 но все-таки тело помнит дай я попробую на таюм проехаться давай я выбрала самый маленький из возможных потому что большое мне не удобно было бы управлять а это Андрея такой вот вот так мы находимся на краю парка Рейгана где есть шикарная велодорожка и можно прогуляться тут и много людей гуляют и ездят на велосипедах также мы путь держим сейчас мы в Гданьске путь держим мы хотим в Сопот в Сопоте встретиться с нашим другом и далее поехать покататься может быть по Гдыне по каким-то участкам где есть дорога чтобы показать как насколько это удобно простите но я бегу посмотрите какое море не спокойное сегодня я бегу посмотрите просмотр и и и и и и и и и Ну что, мы находимся уже в Сопоте, доехали до Сопота, расскажем немножечко про дорожки. Парки Рейгана просто идеальные дорожки, они просто ровные, классные, широкие, то есть, ну, можно объехать друг друга, вот, далее. А когда начался Сопот, то я как раз таки приехал к городу Сопотом, началась такая брусчатка, ну, пока тут, в принципе, зручно ездить, но на багато это краще было бы не переезжать, приезжай до дорожки, а потом, не знаю. А пешеходы не мешали, само собой, но было неудобно таким новичкам, как я, то есть, было неудобно ехать, и дорожка стала немножечко уже, что тоже, я считаю, для меня было неудобно. Ну, вот мы уже находимся в центре Сопота, и доезжая до центра Сопота, все исправилось, дорожка стала ровной и стала шире, и мы будем двигаться дальше. Ну, далее, мы будем кращать дрижки, сколько я пометаю, и он идет в подпечении самого Орлова. В самом центре Сопота условия для велосипедистов ухудшаются, потому что здесь очень много людей, и я уже разочек порезалась в мужика, который шел по велодорожке, то есть здесь, здесь вот так. Здесь заканчивается дорога, Андрюша, в лесу, после пляжа, и нужно велосипеды тащить вручную наверх. В общем, это в районе Калибки, не знаю, что это за район, в общем, вот такая вот местность, мне немножко непривычно ехать такой дорогой, но тут очень красиво, вы представляете, ехать лесом, смотрите, какой мостик забавный, маленький-маленький. Ура! Мы доехали в Орлово, и сейчас мы в Орлово. Сколько мы проехали? Ну, наверное, 15 километров. Где-то около 15 километров. Мне, нетренированному человеку, это далось довольно-таки тяжело, потому что дорога была не совсем идеальной, но человек, который умеет кататься, там, хотя бы раз в неделю, это будет идеально и просто. Взагалі, дорога далась, скажем, легче, ніж я думал. Не передать словами, насколько там красиво и просто супер. Я не знаю, велодорожки здесь везде, просто ты себя чувствуешь человеком, потому что ты можешь поехать, куда хочешь. В принципе, мы пока с Гданьска до Орлова, по сути, особых таких преград не было. Единственное, надо было под горку поднимать его самостоятельно, то есть, ну, там специальные такие штучки были для подъема. Ну, в общем, мы герои. Вот я вообще не нарушаю дорогу, и вот так можно ездить спокойно. Не знаю, не кращая дорожка, как на меня, у всей Гдині. Так, фокус. Так же, как вы видите, вон Андрей поехал. Мы хотим показать, насколько эти, не знаю, штуки удобные, что вот красный свет, например, да, чтобы не вставать с велосипеда. Вот, можно подержаться себе спокойно. Так же здесь отдельные светлофоры для велосипедистов, для пешеходов, что очень-очень удобно. Это уже наш родной район. Здесь мы живем. Тут вот очень длинные классные велодорожки. Вот здесь катались только что. Так же вот такое вот здание. Поморский науково-технологичный парк. Здесь разная всячина есть. Делают всякие, проводят эксперименты, запускают дроны здесь делают. То есть тут коча офисов, очень классное длинное здание. Это оно не все, там дальше еще продолжение есть. На целую остановку. Ну да, на целую остановку. Ну, в общем, вот так, вот такие вот условия. Мой велик едет. Еще по всему термясту есть очень много таких штучек, которые на них называют маленькие помещники. Где вот можно просто взять и подвесить этот велик, на котором есть великая кількість всяких там корисных инструментов, которые можно автоматизировать, есть насос, где можно подключать. А с этой стороны намальованные ключики и то, что вообще можно тут делать. Далее очень полезная вещь. А вот знак, который означает, что дальше тротуар будет делиться на две половины. С правой стороны идут пешеходы, с левой – велосипедисты. Этот знак означает, что это немного соединяет для велосипедистов и пешеходов, но с приоритетом для пешеходов. Важно кнопочку. С тобой приеду? Ну да. Кстати, так интересно, у поляка вот нумерация идет, считается, не с первого этажа, а с нулевого. То есть мы живем на третьем, но в Украине это бы считался четвертый этаж. Я так раньше путалась. Ну, прищем отсюда еще в санцвете, так. Ну да, только у нас. У тебя не видно. У тебя не видно. Ну я такая. Я ж не могу. Доброе утро, ребят. Сегодня у нас второй день. Сегодня у нас воскресенье. Сегодня мы в курточках. А сегодня нас поголодало. Еще потом по погоди не видно, потому что солнце светит, хотя тут действительно холодно. А сейчас мы поправляемся в Гуданск, чтобы вернуть наши велосипеды назад в прокат. И мы ждем Аскемки. Хотим вам показать вагон для велосипедистов. Ну и так. Доброе утро. Доброе утро. В общем, мы сейчас на станции СКМ в Боливии. Как видите, спуск здесь неудобный, потому что здесь не приспособлено для спуска с велосипедом. Приходится его вручную таскать. Также есть лифт, но с велосипедами сюда нельзя вообще. Вот так вот немножечко, правда, не приспособлено, но в СКМке мы доехали классно. Вот и двигаемся дальше. А тут все по-дорослому. Разделена дорога и показано шляхи, куда можно проехать. Нужно держаться правой стороны. Андрей говорит, держись правой стороны всегда, и ты не прогадаешь. Так и делаю. Креман, гей. Продолжение следует... Ну что, собственно, мы уже сдали велосипеды в прокат. И поделимся с вами нашим мнением обо всем, что происходило за эти полтора дня, пока мы катались. Начнем мы, пожалуй, наверное, с цен. За велосипедами мы выдали по 45 злотых за добу. Тобто мы их забрали десь в час дня, и мы сегодня десь так сами их и повернули. По годину, здаясь, там началось от 10 злотых, далее следующая година там по 8. Как бы впечатления, скажу я первая, у меня были классные, потому что я повторюсь, опять же таки, я не каталась около 10 лет, вообще не садилась на велосипед. И в детстве у меня был без передач совершенно. И я думала, что я буду полнейшим профаном, что я позбиваю всех в округе, врежусь с дерева, и на этом вся поездка закончится. Но из-за того, что здесь настолько классные велодорожки, все обустроено для велосипедистов, такие новички, как я, могут кататься просто беспроблемно. Ни разу никаких таких происшествий не было, да, там с поворотами были проблемы, но то есть я скажу, что дорога мне приносила только счастье. И я не думала о том, что блин, 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 надо как-то на тот бордюр запрыгнуть или там кого-то объехать, то есть ну просто супер. Ты что скажешь? Ну, я тоже давно уже не катался на велосипедах, и для меня тут было очень легко. Ну, я, в принципе, ранее катался, но очень давно. Но я хотел так сказать, что тут действительно по этих дорожках набагато простейше, чтобы вспомнить, как это все тут классно сделали. Мне очень нравится, что здесь вот ты едешь, да, и ты не переживаешь, что из-за угла вылетит стая собак, которая просто тебя укусит за ноги, потому что в Украине я часто наблюдала такую картину, и это было, если честно, для меня жутко, я этого боялась. Также я боялась, чтобы там ни в кого не врезаться, да, не создать какую-то аварийную ситуацию. Для меня это как бы было страхом, но действительно, вот белодорожки отделены от всего, от пешеходных, в основном от дорог отделены. То есть бывают, конечно, вот стыки, да, но это как бы мы не попадали фактически на вот такие вот районы дорог. Да, ну, в принципе, мы хотя бы и катались, а в основном это, как бы сказать, самыми популярными маршрутами, там по самым дорогам, где как раз есть, біля бизнес-центрів, так же и в нашем, мы ехали как раз по трассе от Гданська до Гдині, где была прикладена эта велодорожка, и я скажу, что, взагалі, ну, все было классно для того, чтобы там можно было спокойно ехать. Там было лише буквально, не знаю, метров, напевно, 200, где взагалі не было велодорожек, где нам приводилось просто слезти за лесопада и просто его подштовхать. Да, да. Ну, я бы не сказал, что это настолько критично, чтобы это ставить как минусы. В Труймасте просто все условия есть для этого. Возможно, конечно, есть районы, которые не совсем к этому, как бы так скажем, приспособлены, да. Но мы их не видели, к сожалению. Мы, да, показали самые популярные маршруты. Так, еще я хотела добавить, что біля всех торговых центров, біля магазинів, тут в парках, тут есть очень много мест, где можно поставить велосипеды, тут много велопарковок, то вы просто можете его залишить, пойти по справах с ним, повернутися, забрати его и продолжить всю дорогу. И на этом, пожалуй, все. Мы будем заканчивать. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Ребята, огромное-огромное вам спасибо, что вы остаетесь с нами. И пока-пока, до новых встреч совсем скоро. Я не трусна, я боюсь. Я не трусна, я боюсь. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.